МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот такой невыдающийся чушь там. Ничего-то нет там ничего. Олег, ну сколько можно? Когда уже новые катушки поставят для нашей программы? Ну что ж такое? Опять мимо. Я напряжение прям как-то. Чего сейчас мы возьмем? Может, надо расслабиться, и тогда все получится? Я пошел. Поменял опарычник? Да, и результат. Вот. На, беги, я жмотничаю. У меня клюет. А, это я зацепился за эту салютку? Или нет? Нет. Не успеваешь? Нафида. Бабла. Какой раз уже? Просто все ходите где-то. Вот она. Неплоха. Такая же как у вас. Неплоха. Неплоха. Классическая. Сами снимайте. На все можно поймать. Было бы желаемое. Но хочу сказать вам, дорогие зрители, что сейчас произошла информация. Может начаться дождик. Если мы вовремя не уедем, мы отсюда никак не уедем. А по этой дороге после дождя невозможно проехать. Так что мы сейчас, наверное, потихонечку будем сворачиваться и быстрее отдастся отсюда. Потому что по этой глиняной дороге до ближайшего микроподъемчика. И все. А потом жить здесь как на льдейне, пока они не высохнут. Так что вот у меня, кстати, может сейчас на вторую пока выкину. Но я вернусь еще. Дорогая, до 300. А кто одну сломал в обуви? Ну давай, давай, Клюсь, ну что ты? Что за рыбка? Это стабильный клюв на фидер. Он несколько штук поймали. На удочку намного интереснее, честно говоря. Но мы и на фидер пробуем, чтобы было понятно, что на всякую снасть можно поймать эту рыбу. Фидерыстам особенно будет приятно. Пожалуйста, сидись и лови на фидер. Бобла ловится. Вот она, старая знакомая наша шамайка. Она сегодня у нас не в программе. Но все равно рыбка, конечно, интересная. Ойкая такая. Но сегодня вот она у нас в прилове. Паша, поделись эмоциями с Гией. Бессмысленно. Бессмысленно со мной делиться эмоциями. Я сам хочу поймать. Молодец, Паша. Кто умеет, тот ловит. А вот Паша умеет. Он поймал некрупную в облачку, и она побита хищником. Видите? Не знаю, кто это. Сом, судак, щука. Нет, не щука, точно. Это или судачок, или сом. Скорее всего, сом. Судак прихваченный. Ну, выжил, и значит, и дальше. Поверим, осталось чем после поклевок. Сейчас кормушечку забьем. Может, на вашем раз. Сюда поймаем. Сожрались его облачки. Только ждать теперь не буду. Буду подсекать сразу. Ну, не сходи только, солнышко. Это вам не на удочку. До последнего вроде... Ой-ой-ой, сопротивляется. Вот она. Вот она. Эх. Сойди. Мастерство. Даже на сложную техническую снасть можно поймать в облу. Главное приспособиться к поклевкам. Потому что когда ждешь, ждешь, дын, 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 дын. Нет, только дын, дын, сразу. Нечего там. Кто сжирает этого опарыша на раз. Вот такая она, в обла. Ну, вот. Очередная в облачке у нас. Ну, хорошая такая. Здесь она жирненькая такая. Кстати, очень хорошие вкусовые качества. Заблуждение, что в облу обязательно надо вялить. Да, там... На самом деле, очень вкусная рыба. Вообще, есть рецепт такой. Он, наверное, больше все-таки применим для... рыбы более благородной, чем в обла. Но мы сегодня попробуем приготовить ее. Я уже готовил таким способом. Думаю, что будет очень вкусно. А главное еще и эстетически красиво. А это что? Что там такое? Тикая кинза. Тикая кинза. Вот она, да? Ой, как пахнет. Да, да, да. Ой, аромат. Да, да, да. Мы сейчас насобираем ее и используем в своем рецепте. Это да. Приготовление рыбы. Она даст аромат такой. И вот рыба поймана и почищена. Осталось ее только приготовить и съесть. Ну что? Ну что? Как дела? Да все нормально. Все практически готово. Что за такое блюдо будет у нас необычное? Ой, ты знаешь, на самом деле блюдо практически придумано. Да? Из того, что есть. Бычки в томате я знаю. Очень вкусно. Нет, нет. Я готовил такое блюдо со свежепойманной рыбой, различной. Принято думать, что вобла это, да, в основном это там вяленая. Ну вот здесь в Азербайджане ее жарят. Но на самом деле есть способ приготовить, по-моему, любую свежепойманную рыбу так, что это будет очень вкусно. Причем это можно сделать, ну, достаточно в походных условиях. То есть нужны помидоры, зелень. Дело в том, что здесь должно получиться еще очень хорошо, потому что это не просто помидоры. А вкусные, азербайджанские. Вкусные, настоящие Азербайджане. Не те, которые вы покупаете в Москве или где-то там еще на рынке, которые вам выдают за Азербайджан. А настоящие, да, очень вкусные. Зелень, причем вот здесь будет еще, мы уже показывали. Называли ее мы, правда, кинзой почему-то там собирали. На самом деле, конечно, это дикий укроп. Он и пахнет укропом. Укроп, кинза. Какая рыбе внутрь разница? То же самое делаем. Все прижимаем. Вот. Ну, конечно, естественно, рыба, у которой там больше полость живота, ну, куда можно более нафаршировать. И, конечно, этот рецепт больше подходит. Но я думаю, что... Знаешь, какую поймали, такую и готовим. Тоже верно. Тоже верно. Кто поймали, то и готовите. Ну, вот так красивенько. Да, прекрасно. Паша решил вот по-своему как-то. Да. Ну, по-твоему, но чуть-чуть по-своему. Давай. Возьму рыбку, которую поймал Гея или Олега. Нет, это ты поймал. Я бы... Вот посмотри в ее глаза. Она так жалостно на тебя смотрит. Да. А что ты говоришь? Я хочу сделать почти герметичный пакет. А, чтобы ее можно было с одной стороны, с другой стороны. Ну, есть. То есть ты вообще не хочешь класть рядом ничего, помидоров? Нет, нет, нет. Обязательно положил. Как ты учил. А что, что это? А, герметично, чтобы там... Ну, можно. Да, да, да. Иначе вытечет. Да. Ну, да, имеет смысл. Какой, не знаю. Как какой? Герметический. Красиво. Ой, как красиво. Ну, красиво действительно. Ну, вот остались помидоры, за которые ты сократил. Давай уже доложим. Да. Находим. Да. Тихим укропом. Ай, вах. Вот так красиво, согласен. Очень красиво. Если не получится, мы просто открывать не будем. И скажем, что это было очень. И все, и на этом остановимся. Так, только надо так положить, чтобы мы знали, что она будет чуть позже. Готовится, я думаю, что минут, ну, 15 максимум. Ну, 15 максимум. Свежая рыба. Абсолютно только что выложена. Буквально час назад. Вот так, например. И вот так. Посмотрим, посмотрим, что там получится. Ну, надо посмотреть на самую крупную. О-о-о, красиво. Красиво. Ой, какой аромат-то. А, я пробую. А, я пробую. Ты прям чувствуешь, как укроп такой. Так, помидорчики. Ну, они такие уже протушились. Ну, давай, на стол. Давай, на стол, да. И будем сейчас пробовать. Ай-яй-яй-яй-яй. А что, красивая рыбка получилась. А, вкусно. Ну что, вот вилочка. Да. Можно, можно спрыснуть лимончиком, на самом деле. Отличная идея. Как ты считаешь? Какую будем пробовать? Большому кушку, мне кажется, и рот рад. Давай ее вольем. И, я думаю, с маршарапами. Ну, давай, давай. Слушай, а где-то Олег? Может, Олег ты выйдешь? Олег! Иди сюда. А то не участвовал в приготовлении. Вот вам вилка. Давайте. Ну, давайте. Ну, давайте. Ой, какая нежная. О! А эта трава, это прекрасно, как вкусно. Слушай, прям вот этот дикий... Знаешь, вот с помидорчиком еще. Ой, а что-нибудь на шарап, интересно, дается ли это? Не знаю. Вот я другую не пробовал, это очень вкусно. Попробуй на шарап. Все-таки они правы, когда приносят на шарап готовой рыбе уже. Ну, не знаю. Потому что он немножко... Давай без на шарапа. Он все-таки теряет свою вот эту. Ну, хотя ты знаешь, это пикантнее. Я не знаю, мне вот это очень понравилось. Ну что, на самом деле рыбалка удалась. Мне кажется, что и готовка, в общем, тоже. Вон. Неожиданно, ну, наверное, для воблы не самый такой рецепт, который вот надо брать на вооружение. Но если у вас есть свежая рыба, есть под рукой там пару помидоров и какая-то зеленушка, мне кажется, можно на любом абсолютно пикнике, на любой там на выезде приготовить эту рыбу. Готовится действительно реально 15 минут. И очень вкусно. Вообще все хорошо. Рыболовные приключения продолжаются. Смотрите в программах «Диалоги о рыбалке». Поиски загадочной рыбы кутум в окрестностях Баку. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...